Amstrad. Довольно известная британская компания, а также производитель электроники. Название этой компании расшифровывается как Alan Michael Sugar Trading в честь основателя этой компании Алана Шугара. Начиная с конца 1980-х годов, компания Amstrad занимала значительное место на рынке персональных компьютеров в Великобритании. Да, она выпускала компьютеры, однако среди них были также игровые приставки. Сегодня мы поговорим об одной такой 8-битной игровой приставке от этой компании. Это Amstrad GX4000. Ну и давайте начнем. Итак, Amstrad GX4000. Это 8-битная игровая приставка от компании Amstrad, выпущенная в 1990 году для европейского рынка. Она была сделана на базе домашнего 8-разрядного компьютера Amstrad CPC6128+. Напомню, что Amstrad CPC, или Personal Colorful Computer, это линейка 8-разрядных компьютеров, выходившая от компании Amstrad с 1984 по 1990 год. К сожалению, данная консоль, ну или же приставка, не имела такого большого спроса. Она практически пользовалась малым спросом, да и, можно так сказать, ее мало кто покупал. Поэтому в 1992 году компания Amstrad прекратила поддержку данной консоли, плюс для нее перестали выпускать игры. А произошло это все из-за того, что с начала 1990-х годов появилась новая эра 16-битных игровых систем. Поэтому в Японии, в США и других странах, включая страны Европы, была уже выпущена такая игровая приставка, как Sega Mega Drive и Super Nintendo Entertainment System. И 8-битные игровые системы мало кого уже интересовали в то время. Так и произошло и с Amstrad GX4000. И, к сожалению, для этой приставки вышло очень мало игр. Как я уже говорил, она вышла в 1990 году в Великобритании, ну и в других странах Европы. Я точно не могу сказать, сколько она стоила в других странах, но вот в Великобритании она стоила практически 100 фунтов. Ну или же 8000 рублей. В комплекте с приставкой также шел адаптер, телекабель, два контроллера, а также игра под названием Burning Rubber. Что можно сказать еще по поводу этой приставки? Но можно сказать то, что это всего лишь модифицированная версия 8-разрядного домашнего компьютера Amstrad Colorful Personal Computer 6128+. Почему? Да потому что большинство софта, которое шло на этот компьютер, можно было запустить и на этой приставке. Но была также еще одна фишка. Игры, которые выходили на приставку Amstrad GX4000, можно было также запускать и на компьютере Amstrad Colorful Personal Computer 6128+. Теперь мы перейдем к самому главному, технические характеристики данной приставки. В ней используется все тот же старый 8-битный процессор Zilog Z80, который работает на тактовой частоте 4 МГц, оперативной памяти 64 КБ, а внутренней памяти 32 КБ. Видеочип может быть разным, но от одной и той же фирмы под названием Hughes. Звуковым трехканальным чипом, который имеет только монозвук, служит тот же самый старый AI-38910, который стоял еще в компьютере MSX, о котором я уже говорил в прошлом выпуске. Дальше не буду рассказывать технические характеристики. Просто покажу плату, которая используется внутри этой приставки. Ну и напоследок скажу об эмуляции. Эмуляторы Amstrad все же есть, но не самой приставки, а именно компьютеров. Сами эмуляторы я не тестировал, поэтому если вы перейдете по ссылке в описании, там вы сможете скачать несколько эмуляторов и их протестировать. Может быть вы сможете запустить игры, которые выходили на приставку Amstrad GX4000. Субтитры сделал DimaTorzok